Доброе утро, коллеги. Доброе утро, президиум. Да, мне нравится, когда нас называют амбулаторной химиотерапией. На самом деле у нас три раздела в одном отделении. Стационар, дневной стационар и амбулаторная. Но пример у меня будет действительно по амбулаторному больному. Работая, мы все время отвечаем себе на вопрос, какое лечение нам предложить пациенту. Но первый вопрос, на который мы должны ответить себе и пациенту, это будем ли мы его лечить в принципе. Это единственный слайд с голосованием. Проголосуйте, пожалуйста. Пациент 71 года, раком желудка 4 стадия, с метастазами в печени. Статус по шкале ЭКОК 3, индекс массы тела 18. Проживает один на пятом этаже в городской квартире. Я постараюсь объяснить потом свою тактику. Будете ли вы лечить такого пациента или отправите на симптоматическую терапию сразу же? Кто бы сомневался. Да, видя таких пациентов со всей страны, действительно именно так и происходит. Все? Спасибо. Я не сомневалась. Окей. Извините. Я постаралась. Поторопилась. Я хочу немножко вводных слайдов сделать. Напомните о том, что молодыми мы считаемся до 40 лет. После 60 это пожилой возраст. Ну и все, что старше 75, это старческий возраст. И долгожители, люди старше 90 лет. Посмотрите, насколько за последние годы повысилась продолжительность жизни пациентов. В 2000 году она стала уже 83 года, средняя продолжительность жизни. Она значительно отличается от того, что было буквально 100 лет назад. И при таком темпе прироста населения, который происходит на нашей планете сейчас, через 6 лет, если наши молодые коллеги не утроят свои усилия по производству населения, то большую часть населения будет занимать наше поколение. И вам придется лечить нас. Мы не воспроизводимся. Естественно, на этом фоне количество онкологических пациентов тоже растет. Я подвела статистику. За последние два года пациентов, пролеченных в нашем центре, смотрите, 12% составляют пациенты пожилого и старческого возраста. И даже старше 90 лет пациенты получают и химиотерапевтическое лечение, и хирургическое лечение, и нам всем приходится с этим считаться. На сегодняшний день все мы, хоть и называем себя врачами-лечебниками и имеем такое название в своем дипломе, мы все время смотрим только на наличие клинических факторов. Мы привыкли к тому, что мы считаем у пациента число возраст, число сопутствующих заболеваний и то, чем он лечится в принципе. Но нужно понимать, и этот термин вошел в нашу литературу из англоязычной литературы только в последние годы-три, у пациентов пожилого и старческого возраста существует такой термин, как синдром старческой астении. Этот синдром развивается при наличии у пациента нескольких синдромов, симптомов старческой астении. Симптомов этих более 65, я перечислил некоторые из них. Это нарушение стула, афазия, амнезия. Смотрите, больше всего меня поразил синдром насилия над стариками. Я задумалась, но на самом деле тогда, когда мы им указываем, как жить, это уже синдром насилия над стариками. Синдром падений. На самом деле у них, оказывается, есть причины для падений без наличия сопутствующих заболеваний и так далее. То есть этих симптомов очень много. Зачем мы хотим это знать? Все это характеризуется симптомами похудания, нарушения походки, развития саркопении, развития когнитивных расстройств, утрата прежних жизненных интересов и низкий уровень двигательной активности. Так вот, синдром старческой астении можно выставить при наличии трех этих симптомов. А при наличии одного или двух симптомов имеет место так называемый синдром старческой при астении. Мы лечим пациентов пожилых и старых и думаем, почему он умер. На кили мы разбираем причины, мы не понимаем. Но посмотрите, даже стадия при астении, вероятность гибели пациента просто от наличия этих синдромов в четверти процентах случаев. А при развернутой клинической картине половина пациентов погибнут в течение пяти лет. Ну и при индексе старческой астении выше четырех высок риск хирургической летальности. Мы это не учитываем никто. И при быстром прогрессировании степень резистентности к терапии увеличивается. Итак, причины развития старческой астении, старости в принципе это генетическая и совокупность приобретенного дефицита функций на фоне полиморбидности. То есть на фоне множества наших заболеваний. Страдает костно-мышечная система, иммунная и нейроэндокринная система. Итак, таким образом на организм вам придется этим заниматься. Через шесть лет большинство из ваших пациентов будем мы. Само заболевание, полиморбидный фон и гериорктический статус. Однако, еще раз, на сегодняшний день мы учитываем только нозологический подход. И предпочтение дается полиморбидности. И вот этот учет гериорктических синдромов при лечении пациентов стал учиться только в последние несколько лет. И в некоторых областях это кардиохирурги заинтересовались, неврологи и так далее. В онкологической практике такой подход еще практически не используется. Как мы должны выставить диагноз старческой остеянии? Для этого существует так называемый специализированный гериорктический осмотр. Основан на применении всевозможных опросников и шкал. Но практически в настоящее время опросников, адаптированных для онкологических заболеваний, не существует. Мы провели исследование и выяснили, что у пациентов, страдающих раком желудка, у пожилых набор распространенных гериорктических синдромов выше, чем у тех, у кого их не было. И наиболее распространенными синдромами были мальнутриция, психологические проблемы и гипомобильность. Я кратко расскажу просто, что это такое. Синдром мальнутриция – это недостаточный объем и колораж принимаемой пищи. Расстранен практически у четверти пациентов старше 60 лет, а при присоединении заболеваний практически у половины. Основные клинические проявления, опять же, снижение мышечной силы, уменьшение объема физической активности, повседневной жизни и снижение массы тела. Причины, ведь совершенно различные могут быть не просто заболевания желудочно-кишечного тракта, но и патология полости рта. Не рак полости рта, а просто не санированная полость рта. Естественно, нарушаются вкусовые ощущения. Пациенты часто госпитализируются. Естественно, они даже сам вам на опросе говорят, что я похудел просто потому, что лежал в больнице. Они все практически тревожны. И в мозгу вырабатывается гормон, который, так же, как и при наличии опухоли пациента, говорит о том, что я сыт. То есть существует синдром быстрого насыщения. Ну и все это приводит к развитию синдрома быстрого насыщения и недостаточности питания. Этиология, она мультифакторная. Развитие этого синдрома диагностируется очень просто, на самом деле, определением всевозможных клинических и биохимических показателей. Гипомобильность. Естественно, пациенты, ну не естественно, на самом деле, пациенты пожилого и старческого возраста становятся менее активными в силу различных причин. В силу различных. У кого-то перелом нижней конечности, у кого-то просто он проживает на пятом этаже, ему трудно спуститься, дойти до магазина, например, самому. При гиподинамии нарушается транспорт веществ мышечной ткани и возникают неблагоприятные изменения на трюклеточном и молекулярном уровне. Естественно, происходит ухудшение работы внутренних органов. Происходит ускорение развития атеросклероза и развивается слабость и дряблость мускулатуры. Ускоряются процессы старения организма, двигаться полезно. Психологические проблемы. В старости, естественно, происходит естественное и обязательное ограничение физических возможностей. И эти инвалюционные процессы, естественно, касаются и психологической сферы, которые не сопровождаются слабоумием на самом деле, а в целом именуются просто психическим упадком. Ряд психологов определяют этот упадок как случай естественного старения, при котором отмечается снижение психической силы, сужение объема психической жизни, экономное использование имеющихся ресурсов. Вследствие этого происходит ограничение круга интересов, пассивности и психической вялости. Типичное проявление изменения в личности человека старшего возраста – это снижение самооценки, неуверенности в себе, недовольства собой, опасения одиночества, угрюмость, раздражительность, пессимизм. Я прям перечисляю это. Вспоминайте, когда вы видите, как правило, пациента пожилого возраста, вот вы его и видите. Он раздраженный, он злой, он вам не доверяет, он требует к себе повышенного внимания, ему хочется, чтобы его с ним нянчили. Это нормальные физиологические причины. Итак, в старости, как правило, человек становится более эмоционально ранимым, требует внимательного отношения, особенно со стороны близких и родственников. Ну и для того, чтобы диагностировать синдром старческой остеяния, необходимо помнить, что симптомов этих существует много. Отмечаем наличие когнитивной дисфункции, депрессии, появление снижения зрения и слуха, мышечной силы и так далее. Опять же, выполняем клинические биохимические анализы крови, проводим инструментальные обследования, чтобы выявить наличие сопутствующих еще других заболеваний. И нужно учитывать, что таких пациентов в первую очередь нужно избегать полипрагмазии и высоких доз препаратов. Нужно прям понимать, что человек принимает. А принимают они горстями, как правило. Необходима нормализация сна, назначение препаратов для снижения депрессивного синдрома, необходимая коррекция витаминов, кинезотерапия. То есть двигательную активность нужно увеличивать. Ну и поняв значимость гериатрических состояний, мы решили посмотреть уровень знаний специалистов онкологической службы и неонкологической службы, и родственников. Что они знают о стариках? Выяснилось, что онкологи, врачи и медсестры крайне низко информированы о гериатрии, не специалисты, из не специалистов более-менее ориентированы в психологическом состоянии пациентов, только психологи. Какие пути усовершенствования мы избрали? Это повышение компетенции участников процесса в области геронтологии и гериатрии, обязательное проведение специализированного осмотра, ну и коррекция этих указанных синдромов, выявленных. Создана программа образовательных модулей универсальной технологии для специалистов различного уровня, для врачей, для онкологов, для неспециалистов. Выяснили, что по результатам обследования уровень знаний значительно возрос. И клиническая эффективность модели оценивалась нами по таким показателям, как развитие гематологических и негематологических осложнений во время проведения химиотерапии пациентам, декомпенсация соматической патологии и развитие или неразвитие индекса старческой остынии. Мы выяснили, что осложнения развивались гораздо реже у пациентов, прошедших специализированный гериатрический осмотр и прошедших коррекцию этих выявленных осложнений, выявленных проявлений. И у наших пациентов не повышался уровень индекса старческой остынии, но и качество жизни тоже было значительно отличалось от пациентов, которым назначалось лечение без учета синдрома гериатрии. Итак, эффективность предложенных нами подходов обусловлена повышением компетенции врачей и онкологов, особенностями введения пациентов пожилого возраста с учетом полиморбидности и при выборе химиотерапии путями снижения полипрагмазии, совершенствовании специализированной гериатрической диагностики, улучшением взаимодействия с врачами-терапевтами в вопросах проведения соматической патологии, а также повышение компетенции других специалистов, родственников, психологов, терапевтов и так далее. Это слайд со вчерашней сессии. Харченко Евгения Владимировна читала лекции по организации объединенной группы по диагностике и выборе тактики лечения пациентов. Так вот, практически весь зал ответил на то, что медицинская сестра не должна входить в эту группу. На самом деле это неправильно. То есть от среднего, от младшего медперсонала и от не специалистов тоже очень многое зависит. Я немножко отвлекусь. Само по себе настроение. В Фейсбуке сейчас ходит вот эта страничка, когда жители подъезда не разрешили детям поселиться. То есть от настроения общества, от отношения к нашим пациентам общества в целом тоже очень много зависит. Ну и таким образом выглядит схема, предложенная нами по совершенствованию гериатрической помощи. То есть выявление синдромов гериатрических и соматической патологии, их коррекция и сопровождение на всех этапах лечения. Это я не буду зачитывать. Но я не буду задавать больше вопросов. Я просто расскажу судьбу этого пациента. То есть мы после проведения специализированного гериатрического осмотра рекомендовано совместное проживание с родственниками, либо наличие социального работника. То есть человек просто может хотя бы нормально питаться. Осмотрен эндокринологом, сахарный диабет компенсирован. Это тоже все очень просто. Выполнена санация полости рта и его протезирование. Даны рекомендации по питанию. И мы смогли провести полноценное лечение этому пациенту без коррекции доз с хорошим эффектом и с хорошей переносимостью. Мы считаем, что выбор оптимальной лечебной тактики у пациентов онкологических сложный и очень индивидуальный процесс, который должен включать адекватную оценку всех функциональных резервов организма. Приведение специализированного гериатрического осмотра должно быть обязательным. И необходимо проводить специализированный гериатрический осмотр и целесообразно вводить программу дополнительного профессионального обучения, обучения всех сотрудников и участвующих в лечении наших пациентов. К сожалению, в нашей стране пока отношение к гериатрическому контингенту пациентов сохраняется традиционный общий терапевтический подход, заключающийся только в купировании отдельных симптомов патологии путем симптоматического воздействия. При этом в обычной практике такие понятия, как качество жизни или социализация больного находятся вообще за рамками внимания. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.